Алена Безаева Я хочу пригласить вас прогуляться по Красноярску, по самому красивому и любимому городу на земле. И, кстати, медведи по улицам у нас не ходят. Я возила свой репортаж в Одессу. Я действительно считаю, что мой город самый красивый и самый лучший. Здесь много памятников и фонтанов. На фестивале в Одессе мне очень понравилось, что там очень добрые люди. Допустим, спрашивали, куда нам пройти. Они еще и рассказывали какую-то историю, что там происходило в таком-то году. Им очень понравился мой сюжет и они сказали, что я большая молодец. Фестиваль был международным, потому что там были участники из Украины, из России, из Польши. В общем, много-много-много. На фестивале были сюжеты не только про Красноярск, но и про Одессу. Ну, там два сюжета про Одессу. Нас пригласили в Австрию и в Германию, но это будет очень затратно. То есть ты не знаешь, сможете вы поехать или нет, да? Я не знаю. Мне бы хотелось участвовать и снимать, потому что это очень интересно. Я сама очень любопытная. Мы очень рады за Алену и поздравляем ее с победой. Красноярск действительно очень красивый город. И в нем очень много талантливых детей. Именно такие занимаются в ансамбле народных инструментов. Слышали о нем? Нет? Тогда срочно смотрите следующий сюжет. Катя Курбатова подробно расскажет о лучших музыкантах нашего города. Я очень люблю музыку, особенно современную эстрадную. А вот народную почему-то всегда считала чем-то далеким для себя. Но только до того времени, пока не услышала оркестр народных инструментов, который мне очень понравился. А самое интересное, что в нем играют дети. Это оркестр народных инструментов. Называется Енисеюшка. Коллектив считается образцовым. Трудно с этим не согласиться. Оркестр был образован 24 года назад. За это время в нем занимались сотни детей. И все они играли исключительно на народных инструментах, таких как балалайка, домра, баян, флейта. Владимир Николаевич начал руководить оркестром, когда еще даже не родилась. В итоге дирижирует 20 лет. Умеет играть на всех народных инструментах. А изначально учился играть на балалайке. Каждый балалайчик играет пальчиком, и каждый балалайчик играет по-своему. Это очень сложный инструмент. То есть за год не научишься? Нет, надо как минимум 7 лет. У нас девочки обучались в нашей школе 7 лет. И только не достигли такого уровня, что уже играют программу из 30-40 произведений. Полина – солистка оркестра. Она как раз проучилась здесь 7 лет. Играет Полина на домре. Вот у нее и узнает, трудно научиться играть или нет. Я бы не сказала, что так трудно. Просто нужно сидеть и заниматься. Ну, как с любыми уроками, как с физикой, с математикой. Нужна усидчивость. Мне там не сильно нравится. Я уже привыкла. Это уже мое хобби, как работа, я считаю. Я бы просила Полину показать мне несколько аккордов. Занимались минут 5 или 10, а пальцы уже болят. Смотри, ты зажала вторую сторону, значит, по второй стороне играешь. Вниз? Да. А еще я сделала вывод, что с длинными ногтями играть на инструменте точно не получится. Теперь понятно, почему далеко не каждому это под силу. Зато, наверное, как приятно выступать на сцене. Ребята делают это постоянно. С гастролями они побывали даже за границей. Во Франции, Германии, Турции. И везде их встречали овациями. Для них это что-то необычное, особенно во Франции, когда мы были. Они очень... То есть это экзотика для французов. И они как бы очень были рады видеть и слышать нас. Красноярцы оркестр Енисеюшка тоже любят. С удовольствием слушают то, что играют ребята. Только, к сожалению, музыкантов в коллективе осталось мало. Большинство успели вырасти и разлететься кто куда. А вот новенькие приходят почему-то неохотно. Ну, популярно, наверное, это все. Все идут на гитару в основном. Думают, что это модно. Ну, это правильно, на твой взгляд, или нет? Да нет, неправильно. Все... Все инструменты очень интересные и полезные. И особенно народные. Я в этом убедилась. Если вы со мной согласны, приходите. Здесь вас с удовольствием примут. А вы сможете продолжить прекрасную традицию. Действительно здорово. Спасибо, Катя. Очень захотелось, если уж не научиться играть на балалайке, то хотя бы послушать концерт. А на этом у нас все. Если у вас есть что-нибудь интересное, звоните нам по номеру 2-3601-36. И до встречи в следующую субботу.